Здравствуйте! Вы смотрите передачу «На самом деле». С вами Андрей Творогов. Полмиллиона клиентов. Именно такую цифру насчитывает черный список банков по статистике Центрального банка России. Еще почти полмиллиона сомнительных операций на 200 миллиардов рублей приостановлено Росфинмониторингом в прошлом году. Цифры, согласитесь, впечатляющие. Когда в 2001 году был принят закон номер 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вряд ли кто-либо мог предполагать таких масштабов его практического применения. Ровно год этот закон не оказывал почти никакого практического воздействия на финансовый оборот. И вот к каким величинам мы подошли на сегодняшний день. Вполне разумно задаться вопросом, неужели все эти деньги получены преступным путем или, более того, направлены на финансирование террористов? Безусловно, нет. Но деятельность банков подчас подвержена формальным правилам и регламентам. Так, в марте 2012 года Банк России утвердил положение номер 375 П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации отмыванию доходов. Это положение обязало банки выявлять подозрительные операции клиентов. Вот, к примеру, был такой случай. В свете закона о легализации, о запрете легализации доходов, добытых преступным путем и финансирования терроризма, действительно у банков появилась возможность блокировать счета физических лиц при получении достаточно крупных сумм денег. В этом случае, если договор у вас был нотариальный, у вас есть возможность доказать банку, что все было законно. Кроме того, при перечислении платежа от покупателя, наоборот, к продавцу, достаточно предъявить уже на этапе перевода денег договор и указать на значение платежа сумма по договору купли-продажи такого-то объекта недвижимости, удостоверенного нотариусом, тогда-то по реестру. Все. После этого счет заблокирован не будет. Практика показала, что этого банку вполне достаточно, чтобы передать дальше в контролирующие органы, в Росфинмониторинг, законность данного платежа. Поэтому все риски, связанные с такими блокировками, отпадают. Когда на кону собственная деятельность и банковская лицензия, здесь не до шуток. И как результат, банки формально подходят к исполнению закона. Список подозрительных операций неуклонно растет, как и число заблокированных операций. А вместе с ними и черный список банкиров. А между тем, далеко не все предприятия и предприниматели, столкнувшиеся с блокировкой счетов, недобросовестны или ведут двойную жизнь. При остановлении операции блокировка счета – это лишь результат подозрений банковских работников. Тем не менее, цена таких подозрений может оказаться очень высока. Всего лишь за пять дней информация о сомнительности операций клиента попадет в Центральный банк России и распространится по всем кредитным учреждениям страны. Что делать добросовестному предпринимателю, если результатом нескольких неосторожных операций будет последствия в виде невозможности полноценно пользоваться банковскими услугами. Клиенты из черного списка оказываются под пристальным контролем. Их обязывают предоставить подтверждающие документы по любому поводу, не открывают счета и рекомендуют связанным с ними компаниям прекратить взаимодействие с неблагонадежными контрагентами. На операции неблагонадежных клиентов устанавливают так называемый загородительный тариф в размере до 25% от суммы операции. В такой ситуации впору закрывать бизнес. Существует объективная возможность оспорить внесение в черный список. Двухуровневая система реабилитации клиентов должна была в полном объеме заработать 30 марта. Первый уровень защиты клиентов начал действовать осенью 2017 года. Он предусматривает возможность обратиться в банк для исключения из списка неблагонадежных клиентов. Но со вторым уровнем рассмотрения жалобы клиента межведомственной комиссии Банка России пока, по словам специалистов, проблемы. Механизм прописан, но не работает. Причина банальна – не хватает нормативных документов. Как сообщал коммерсант, их должен был подготовить Центробанк, но пока все застопорилось. Пока вопрос остается нерешенным, и клиентам приходится довольствоваться только жалобой в банк. Шансы на успех здесь минимальны. Так, по статистике Банка России, чуть менее 2,5 тысяч клиентов из полумиллиона в черном списке были реабилитированы в рамках данной процедуры. Анализ судебной практики показывает позитивную для клиентов банков динамику. Более 60% споров клиентов с банками о неправомерном расторжении договоров на банковское обслуживание, отказы к совершению операций были разрешены судами в пользу клиентов, но не банков. Как резюме, наиболее перспективным, но не самым быстрым способом решения проблемы добросовестного предпринимателя будет обращение в суд. Но для того, чтобы дело увенчалось успехом, необходимо следовать простым правилам собственной финансовой безопасности. В первую очередь необходимо занимать активную позицию подстаиванию своих интересов. Нельзя просто так соглашаться с блокировками счетов и приостановлением операций. В конечном итоге речь идет о ваших деньгах и о вашей деловой репутации. Если банк не запросил каких-то документов для проведения операций, можно предоставить их самостоятельно. Целесообразно еще на стадии открытия счета пояснить банковским служащим специфику ведения вами бизнеса и банковских операций. Согласно правовой позиции еще высшего арбитражного суда России, банк вправе запросить документы не только по сомнительной операции, но и по всем операциям, связанным с ней. Банк вправе требовать получения любой информации для разъяснения цели и характера операции. В частности, могут потребоваться документы, подтверждающие источники поступления денежных средств на счет клиента. В этой связи предельно важно иметь под рукой грамотные и правильно внимательно оформленные документы по каждой сделке. Договоры должны отражать истинные намерения сторон, а не прикрывать под видом одной операции другую. Шаблоны документов, скачан из интернета, сослужат здесь дурную службу. Это тот случай, когда простота хуже воровства. Уклоняться от предоставления этих документов не стоит. А вот что обязательно делать, так это оспаривать установление банков загородительных тарифов. Далеко не всегда они правомерны. Предъявлять банкам претензии о возмещении убытков, понесенных в результате блокировок операций. В ряде случаев специалисты рекомендуют обращаться к банкам с требованиями о защите деловой репутации. Все свои возражения и переписку с банком в целом рекомендуется облекать в форму претензий. Ну и, безусловно, не медлить с обращением в суды. Справедливый суд – история небыстрая. Но формирование судебной практики в пользу клиентов банка в конечном счете сформирует и внесудебную позитивную практику применения закона. Между тем, президент России поручил правительству и Центробанку до 1 сентября разработать меры с целью исключения необоснованной блокировки счетов юридических лиц. Правительство Российской Федерации совместно с Банком России обеспечит несение изменений в законодательство РФ, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц, говорится в официальном обращении кремлевского сайта. Очевидно, нас ожидают поправки законодательства, конкретизирующие порядок и основания принятия решения блокировки банками счетов своих клиентов. Что из всего этого выйдет, как всегда, покажет практика. Будем надеяться на лучшее. Свои предложения по темам для передачи «На самом деле» можете направлять на адрес электронные почты. ТВ на самом деле собака.gmail.com. А повторы выпуска это и других программ вы всегда сможете посмотреть на сайте veta.tv в разделе передачи. С вами был Андрей Творогов. До встречи!